В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. 44-е заседание Совета муниципального района 4-го созыва состоялось 11 марта. В повестку заседания вынесли пять вопросов. О внесении изменений и дополнений в решение Совета от 13 декабря 2019 года о бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов доложила заместитель главы администрации муниципального района по финансовым вопросам начальник финансового управления Резида Хусаинова. Председатель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений по Янаульскому району Альфия Зиязова выступила перед депутатами по трем вопросам. Она рассказала о прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2020 год, об утверждении размера стоимости одного квадратного метра общей площади нежилых помещений для расчета арендной платы нежилых помещений и о безвозмездной передаче муниципального имущества в государственную собственность Республики Башкортостан. В завершении заседания депутаты утвердили соглашение о передаче органам местного самоуправления муниципального района осуществления части полномочий городского поселения по вопросам организации водоснабжения населения и водоотведения. Ввел заседание Совета муниципального района председатель Ильдар Маликов. Четвертый этап Кубка Башкортостана по физике прошел в гимназии имени Муксинова 11 марта. Участие в нем приняли шесть команд, учащихся 10-11 классов городских и сельских школ. Старшеклассники решали задачи в четырех разделах. Механика, молекулярная физика, электричество, квантовая физика и оптика. Задания были разного уровня. Те, что решить достаточно легко, и те, что заставили ребят призадуматься. Каждая задача оценивалась по 10-бальной шкале. На их решение отводилось строго определенное время в зависимости от степени сложности. По результатам соревнования победитель станет участником республиканского этапа. Что это дает? Ну, во-первых, детям интересно. Они вообще видят, как бы представляют. Знают они физику, не знают эту физику. Им интересно выполнять эти задания. И есть такое соревнование с школами, там такое чувство у них возникает. И, во-первых, это получается не индивидуальная олимпиада, это командная олимпиада. Там они работают втроем. То есть не каждый сам для себя, это от каждого зависит, выиграла команда или проиграла команда. Участвуют вот 10-11 классы. Ну, это уже довольно-таки давным-давно, много лет уже, только 10-11. Вот с нынешнего года уже участвуют 7-9 классы. Для них проводятся отдельные мероприятия, но оно не такое большое, как для 10-11 класса. Ну, тоже есть вот отдельные мероприятия. Вскрытие рек и очищение их от льда в республике ожидается почти на две недели раньше нормы. Этот вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании при главе Башкортостана во вторник 10 марта. Максимальные уровни весеннего половодия на реках бассейна «Урал» можно ожидать в пределах и выше нормы на 30-160 сантиметров. На протяжении марта по всей республике проходят противоаварийные тренировки по подготовке к паводку. В ходе совещания Ради Хабиров озвучил указ о проведении дней чистоты. Отныне в каждом муниципалитете будут проходить санитарные дни не реже двух раз в месяц. Перечень работ предусматривает благоустройство и очистку дворов, улиц, дорог с привлечением местных предприятий и организаций. Первые дни чистоты пройдут уже на следующей неделе – с 18 по 20 марта. Всего в рамках года эстетики населенных пунктов планируется провести три общереспубликанских субботника – 18 апреля, 4 июля, 3 октября. Две общереспубликанские акции «Зеленая Башкирия», а также «День поминовения» и «Почитание» 2 мая. Тему обсуждений продолжили на совещании в администрации района. Об организации противопаводков мероприятий на территории Наульского района в период весеннего паводка 2020 года рассказал заведующий сектором гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по мобилизации подготовки Рустам Нурдинов. На этой неделе небольшую, но весьма опознавательную выставку организовали воспитанники коррекционной школы-интерната. Сделать ее богатой и разнообразной помогли педагоги. Выставку разделили на зоны. Одну из них отвели теме 75-й годовщине Великой Победы, вторую приурочили к столетию Республики Башкортостан. Пополнять и обновлять экспозицию коллектив школы старается каждый год. И материал у нас инжут есть, файмиран, изолон. Вот ребята у нас, воспитанники, это все делают. Ну, хотелось бы оставить это место для выставки, потому что это большой холл, хотелось бы разукрасить. Идеи еще много, мы добавим, постараемся успеть ко всему, к открытию школы. Ну, все мы мастера, у нас у педагогов руки золотые, на каждом уроке что-то мы творим, делаем, красоту создаем. Многодетная жительница Янаула Наталья Хмелева нуждается в нашей с вами помощи. Последние два года она борется с тяжелыми последствиями онкологического заболевания. История сильной женщины, не потерявшей надежду и веру в чудо, далее в нашем эфире. Так, собираем, потом я. Впервые беда постучалась в дом нашей героини в ее 13 лет. Тогда, будучи еще школьницей, она попала под колеса больше груза. В результате ей пришлось ампутировать часть ноги. Но Наталья не из робкого десятка справилась, окончила школу и поступила в медицинское училище. Позже наравне со сверстницами вышла замуж, родила двух мальчишек. Спустя еще три года появились погодки – Настя и Максим. Сейчас старшему сыну Диме уже 20-й год. Он работает и помогает маме и младшим, как может. В 2014 году Наталье поставили диагноз – рак шейки матки. Молодая женщина прошла несколько курсов химиотерапии. Болезнь отступила, но спустя четыре года появился навязчивый кашель. Врачи ставили различные диагнозы, начиная от бронхита, заканчивая туберкулезом. Но истинная причина недуга выяснилась только спустя полгода. Позвонила, в общем, сестра и говорит – ты давай, говорит этот, приезжай ко мне в Вежевск. Я тебе записала на компьютерную томографию. Я на следующее утро выехала в Вежевск. Приехала, компьютерную томографию я делали. Мне сказали, что у меня объёмное образование в лёгком уже. И мёртвая степень показывает. Я начала там обследование проходить, так как сестра у меня там живёт. Думала, может, операцию сделают, а нахуй ухаживать будет. Вначале платно проходили мы обследование, потом она прописала меня у себя. Во временной прописке нам вот давали как бы квоты. Прошла обследование, и мне врачи сказали, что ничем помочь не могут. Можно домой ехать и умирать. Да, мне сказали, консилиум врачей был, полиативная помощь только была. Я домой приехала, мне старший жён говорит, мама, ты же в 14-м году лежала в Уфе, и я и туда. Мы поехали с ним в Уфу, но там врачи меня обнадёжили сразу. Хороший врач попался, Бадеев фамилия. Бадаев ли, Бадеев ли. Он мне сказал, что это всё лечится, не переживай, мы тебе на ноги всё равно поставим. И вот я по новой там снова прошла обследование, и мне назначили химию. Я уже к тому времени кушать ничего не могла. Врачи сдержали своё обещание и помогли Наталье почувствовать улучшение. К тому времени она похудела до 35 килограммов. Огромная опухоль. В лёгком сдавила пищевод. Принимать еду она могла только через зонт. Два новых курса химиотерапии помогли встать на ноги. Открылся пищевод, появился аппетит и желание жить. Но тут, откуда не ждали, пришла новая беда. Подкосила банальная простуда. И вот уже три месяца Наталья не выходит из дома. После больницы я, хоть и, конечно, хожу, так этот, шаткая валка, но всё равно я это, как бы, позитивный человек. Я уже радуюсь, у меня есть силы, у меня есть желание жить. Что вы хотите, у вас какая-то вот есть мечта? Хочу просто жить и воспитывать своих детей. Чтобы меня, ну, болезнь отошла от меня, больше мне ничего не надо. И чтобы дети мои здоровые были. Вся семья. Дети у меня очень хорошие, они мне во всём помогают. Хочу просто жить, чтобы я увидела своих внуков. Рядом с Натальей всегда её любимые дети. Средний сын Данила – первый помощник по хозяйству. Моет полы и посуду. Настя помогает в готовке. Не забывают и близкие подруги, готовые прийти на помощь в любой час дня и ночи. Мы работали тогда вместе с ней в такси. Тогда узнали. Ну, да, тяжело было. Мы даже вот, я даже не могла ей, я не знала, что ей сказать, как поддержать. И вот у меня не было в тот момент слов. Как-то вот, и она уехала на обследование в Ежес. Мы, ну, по телефону только мы общались. И всегда, когда у меня есть свободное время, я всегда приезжаю к ней. И всегда, когда есть время, стараюсь прийти. И с ночёвкой я приезжаю. И с детками мы поём, пляшем, телевизор смотрим, и в бане купаемся. Такой яркой и энергичной наша героиня была ещё несколько лет назад. Глядя на фотографии румяной девушки с огромными зелёными глазами, трудно узнать Наталью сегодня. Здоровой и красивой помнят её и дети. И очень хотят жить так, как раньше. Я хочу, чтобы мама была здорова. Она много бегала, ездила на великах, готовилась на лыжах. Женщина нуждается в нашей с вами помощи. Для того, чтобы пройти бесплатное обследование, требуется время. А его у Натальи попросту нет. Она мечтает набрать вес, пройти исследование в столичной клинике и как можно скорее получить лечение. Номер для связи с Натальей вы видите на своих экранах. По этому же номеру телефона можно перевести любую посильную денежную помощь. Наталья не теряет веру в лучшее и очень надеется отметить свой 42-й день рождения в кругу своей семьи. Почётными гостями Центральной библиотеки города стали первоклассники гимназии имени Муксинова 7 марта. Библиотека «Книга и я. Верные друзья» под таким названием прошло посвящение в читателей юных гимназистов. Провести мероприятие помогли сказочные герои. Мальвина задавала загадки. Кот Базилию и его подруга Лиса Алиса рассмешили детей своей глупостью и неграмотностью. На конкурсе эрудиции дети одержали победу над сказочными персонажами. Первоклассники отвечали правильно и дружно. Традиционно первоклассников нашего района мы записываем в Центральную детскую библиотеку. Мы их не только записываем, а для них устраиваем настоящий праздник. Праздник посвящения читателей. В этом году она у нас проходит в виде театрализованного представления библиотека «Книга и я. Верные друзья». Где сказочные герои из разных сказок знакомят наших детей библиотекой, с абонементом, читальным залом и рассказывают много-много интересного о книгах. На сегодняшний день более 500 детей записались в нашу библиотеку. И мы очень надеемся, что первоклассники нашего города станут активными читателями нашей библиотеки. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Внимание! В аптеках «Фармленд» феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с «Фармлендом». Внимание! Внимание! Только один день! 14 марта в субботу в МКТЦ города Инал состоится выставка продажи модных, элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая весенняя коллекция. Для женщин всех возрастов. Производство «Россия». Низкие цены. Беспроцентная рассрочка. А также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, ветровки, пальто из драпа. Уважаемые жители и гости Янаульского района. Приглашаем вас 14 марта на районный молодежный спортивный фестиваль, посвященный вхождению Республики Крым в состав Российской Федерации. Вас ждет концертная программа «Спортивные состязания. Место проведения. Парк культуры и отдыха». Начало в 11 часов. Добро пожаловать! Уважаемые янаульцы, в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках проведения информационной кампании «Фронтовые письма» военный комиссариат города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов просит откликнуться неравнодушных жителей. Если в вашем доме хранятся оригиналы или копии фронтовых писем, просим принести их в военкомат по адресу город Янаул, улица Победы, 95. Памятные письма пополнят экспозицию музейного комплекса «Дорога памяти». Внимание у жителей частного сектора города Янаула. Администрация городского поселения убдительно просит произвести очистку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод во избежание подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...